всем привет с вами канал мир вокруг трилобита наша постоянная рубрика забавные животные и сегодня мы с вами поднимем такой очень интересный вопрос проблема исчезновения тараканов да вот из наших домов идти ну кто такой долгожитель для городской наверняка вспомнит как где-то может быть лет 20 30 назад так вот действительно тараканы в общем то они были нашими соседями да вот в городах таких вот гостонаселенных поселках дала особенно вот они в многоэтажках встречались собственно говоря сейчас этого нет даже вот в старых домах да вот где действительно от района те еще такие сохранились вот шести восьми этажки но тараканов тоже встретить сложно это можно конечно да но вот так вот на каждом углу их уже не заметишь почему вообще так сейчас происходит вообще что стало причиной исчезновения тараканов есть конечно же теория о том что да это вот мобильная связь и вай фай интернет его действительно насекомые скажем так не перенесли вот такого вмешательства в их на вот жизнь то есть поэтому вот они так просто что называется сбежали на вот из наших домов но вот все таки энтомологи немного другие называют причины спада популяции тараканов да вот в жилых многоквартирных домах действительно тараканы никто не делись как это ни странно они в общем то до сих пор с нами живут но вот их количество их численность значительно сократилась да то действительно как бы они где то есть но их в общем достаточно мало поэтому мы мы их просто и не видим кстати вот на яндекс портале миклуха маклай есть фрагмент беседы с энтомологом сергеем быковском который собственно вот с поделился своими доводы по поводу того почему популяции тараканов резко сократилась в частности вот он собственно озвучил мысли о том что тараканы никуда не пропали они до сих пор живут в наших домах но вот и сейчас просто стало очень мало в первую очередь связывает он это с сокращением кормовой базы то есть получается что насекомым просто стало нечего есть да поэтому они и имеют такие естественные скажем так причины по ограничению размножения и наращивание своей численности во первых потому что большинстве домов перестали используются такие вот традиционные конструкторы мусоропроводов поэтому в подъездах стало гораздо чище и естественно для не тараканов меньше пищи которые не могут спокойно использовать потом сейчас вот вошла мода использование мусорных пакетов то то есть теперь добраться до потенциального источника еды стало для насекома гораздо сложнее кто кто помнит наверняка вот еще те времена когда мусор просто выбрасывали вёдр да причем как бы на дно ведра так подкладывалась там ну или какой-нибудь такой небольшой пакетик да или там какая-то вот газета и уже там вот потом когда ведро заполнял стану как правило было такой пластмассовый ведерк его кстати раз два года меняли там или раз год ну кто как да там кто мог позволить себе роскошь купить пластмассовое ведро какой 10 литровый под мусор и вот соответственно когда нас заполнялся его просто мусоропровод содержимое выбрасывали ну сейчас вот в моду вошли пакеты и действительно немножко на чистоте как и мусоропроводов так и вот доступности мусора для тараканов все это сказалось потом сейчас многие продукты уже мы получаем в упаковках вообще сейчас упаковывается все в отдельную пластиковую тару или вот продукту прилагается дополнительный пакетик когда источник пищи находится да вот в пластике то в контейнере или в пакетике то вообще есть мнение вот энтомолога что тараканом и сложнее его заметить да то есть они на подобные вот пищу никак не реагирует поэтому в общем-то ничто их не привлекает человеческому жилищу еще очень такой важный факт это отсутствие называемого клейстера вот статье приводится такая интересная мысль о том что раньше кто помнит обоих квартире дал это обязательно когда делался ремонт в квартирах то клеились обои обои клеились на клейстер это был такой клей на основе муки или крахмала вообще его насекомые обожали как источник пищи особенно для тараканов он был постоянным источником еды вот ну если не знаю конечно кто помнит меня такого не было но вот если кому интересно можете на ю тубе посмотреть вот обзоры да вот про квартиры в которых действительно вот мусор беспорядок да и как раз таки там вот где ремонт не делался очень давно то вот показывают как под старыми обоями да просто вот буквально тараканы создают целые колонии да может так это назвать вот такую концентрацию популяции этих насекомых почему потому что как раз вот клейстера да то есть даже высохший клей которым раньше где-то лет 30-40 назад клеились обои в квартире он для них просто был идеальный корм то есть и хорошая пища не общем-то его с удовольствием потребляли и таким образом размножались кстати говоря сами бумажные обои в общем-то они тоже делались достаточно то есть таких экологически чистых материалов и вот для таких грызущих все поедающих насекомых вполне годились пищу сейчас у нас обои как правило это синтетика клей в общем-то он сделан немножко так более сторону такой химии да который вот менее всего подходит в пищу для вот насекомых в том числе и для тараканов конечно сейчас еще вырос уровень гигиены вовсе да то есть в каждой квартире можно найти посудомоечные машины как правило их домохозяйки любят устанавливать вот при ремонте кухон или просто при обновлении кухонной техники конечно сейчас вот уровень моющих средств тоже заметно подрос то есть эффективность да вот в плане уничтожения каких-то там остатков пищи запахов естественно вкладывает определенный вкладывать такой вот полезный эффект да в плане вот нашего ограни ограничение от вот привлекательности для насекомых ну и конечно же еще одна причина тоже такая достаточно немаловажная это возросшая эффективность от травы против насекомых дело в том что действительно вот протравив насекомых один раз кстати а в домах сейчас дезинфекция проводится вот кто еще не сталкивался но вот действительно и диротизации вот и всякие дезинфекционные работы по уничтожению таких вот дымовых насекомых они действительно сейчас вот дезами проводится так что здесь тоже вот мы видим итог того что химия в плане борьбы с насекомыми вредителями она сделала большой шаг вперед а может даже и несколько шагов и конечно же вот если опять я вас взгляну вот к тем обзором на ютубе тогда показывают квартиры с жильцами которые не уделяют внимание чистоте до то который тащит мусор в общем-то с помоек со всех окрестностей все что плохо лежит затаскивают свои там бедные квартиры то в в такие места насекомые запросто возвращаются можете увидеть там в общем то действительно даже от корреспонденты показывают что да вполне тараканов там можно найти причем без особого труда потому что там собственно говоря вот все сантехнические нормы санэпидемиологические они в общем-то нарушены в некоторые области его для насекомых там есть и пищи как бы и все что нужно для благоприятного увеличения популяции но слава богу таких квартир наших домах очень очень мало да то есть конечно есть редкие исключения но слава богу далеко не в каждом районе такие вот индивиды на которые любят ставят мусорные свалки своих домах попадаются так что вот пока в подъездах домах в квартирах у нас будет чистота то боятся возвращение тараканов нам не стоит собственно как и не стоит бояться того что вот там да вот домашний интернет там или смартфон вот является там предвестником грядущего апокалипсиса да там вот тараканов из дома прогнал там муравьев там стало в лесу меньше и так далее нет конечно все это дело происходит естественным путем факторов много но они в общем-то имеют научное обоснование страшного ничего там нет так что главное чтобы сохранялась чистота и порядок в доме тогда и насекомых вредных у нас в качестве соседей не будет вот такие вот сегодня у нас были озвучены причины почему собственно говоря вот да тараканы резко сократили популяцию современных домах да вот по сравнению с тем что было там лет 30-40 назад ну кому понравился выпуск ставьте лайк пишите комментарии делитесь роликом в соц сетях а у меня пока на сегодня все я с вами не долго расстанусь до следующего ролика всем привет до новых встреч пока